Его богатое архитектурное наследие сейчас привлекает туристов, да и табаляков. Визитная карточка Тобольска, Белокаменный Кремль к этому уникальному архитектурному ансамблю приложил руку Семен Ремезов. Возводить Каменный Кремль в столице Сибири было делом государственной важности. Очень важное для города, как столичного центра Сибири, очень важное для города в том плане, что его необходимо было административный центр сделать в камне. Это, конечно, было сделано не случайно, потому что он проявил себя за годы его службы на разных поприщах действительно как человек, который способен на многое. Заняться каменным городовым делом поручили Ремезову. В 1699 году он возвращается в Тобольск из Москвы с утвержденной сметой и планом строительства. При этом Семен Ульянович проявляет себя прежде всего как первоклассный зодчий. Потому что строительство всегда это очень серьезное дело. Необходимо было не только создать чертеж, не только подготовить план работ, не только ознакомиться со всем этим делом. Нужно было, естественно, конечно. Он создает здесь еще и кирпичный завод, когда приезжает из Москвы, для того, чтобы начинать строительство. Самым первым его творением становится здание приказной палаты. К сожалению, сохранилось лишь его основание. На нем сейчас стоит дворец наместника. Но другие постройки не могут не восхищать. Например, Рендерея. Уникальное творение Великого Азотчего расположилось в ущелье между холмами. В ее строительстве принимали участие пленные шведы. И как раз вот под руководством света Ягана строилась шведская палата или Рендерея, хранилища государственной казны. Ну и когда мы поднимаемся из нижнего посада, либо спускаемся из верхнего в нижний, то мы как раз проходим всегда под сводами Рендереи, которая является также и таким парадным входом в город, как было задумано как раз Семеном Ульяновичем Ремезовым. Еще одним уникальным творением Ремезова можно считать гостиный двор. Он был построен по указу Петра Первого специально для торговли с восточными странами. Тогда по прямому значению он не использовался. Торговлю вели в Нижнем Посаде. Сейчас гостиный двор востребован у народных умельцев, а туристы здесь могут приобрести сувениры в память о Тобольске. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.